Замёрзнет сюда Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Друзья, мы начнём с вами всё-таки мероприятие Конечно Потому что сейчас нужно уже всё-таки... Ну, подходит уже Да, люди уже подошли, надо начинать Потом мы продолжим сбор подписей, хорошо? Да, давайте потом, да Выходите, пожалуйста, вот сюда Да Берите, берите, берите Да, берите Берите, берите 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Мне кажется, это абсолютно неправильно. Вот если наши олигархи хотят каким-то образом потешить собственное самолюбие, да, как-то выпендриться, ну пускай это делают за свой счет. Почему за наш-то с вами счет это делается? Хочет участок, ну пускай его купят. Потому что вот эти доли в акциях вот этого абсолютно неприбыльного предприятия, ледовая арена, они просто не нужны нашей области. Поэтому я наставил, что наши олигархи должны такие вещи покупать именно за свой счет и давать деньги в бюджет. А мы лучше на эти деньги, допустим, отстроим наконец парк ЦПКО, да. На него у нас в бюджете просили мы сейчас, когда рассматривали 150 миллионов, на это нет денег, да. Так давайте возьмем у ГМК деньги за эту башню, за участок и наконец сделаем нормальный парк, например. И следующий момент. Вот олигархи наши очень хотят воткнуть или церковь, или вот сейчас снести башню-арену поставить. При этом нам говорят, что смотрите, это такая благотворительность, ребята, ну, что-то полезное делают. Вот понимаете, в прошлом году наша областная дума в Верхней Пышме, это вотчина у ГМК, приняла решение о закрытии школы Олимпийского резерва. Почему приняла это решение? Потому что в школах Верхней Пышмы стало не хватать мест для детей. Ну, просто там сейчас идет дикая застройка, в том числе у ГМК этим занимается, близко к Екатеринбургу, они там все застраивают, а школы не строят. И поэтому сказали, давайте мы вот это здание за несколько сот миллионов отдадим под школу, а школу Олимпийского резерва выгоним. То есть у ГМК денег на школы, на больницы нет у себя там в Пышме, а у нас здесь строить, сносить башни и прочие объекты строить, у них почему-то деньги есть. Мне кажется, против этого тоже нужно протестовать. Друзья, я заканчиваю, мне кажется, что наша задача сегодня не только выступить за сохранение этой башни, но еще выступить за то, чтобы чиновники, которые обманным путем отдали эту башню коммерсантам, понесли свое наказание. И чтобы олигархи, если они хотят что-то строить, то пускай все-таки заплатят в бюджет. Большое спасибо, вы молодцы, что пришли. Мне кажется, что мы вообще на таких темах должны объединяться, люди абсолютно разных взглядов. И сейчас выборы у нас президента и городская дума, мы с вами должны идти все вместе, здравые люди. Потому что если мы не будем участвовать в этом процессе, тогда власть захватит идиоты. Спасибо. Спасибо, Александр Ливачев. В продолжение позвольте предоставить слово одному из депутатов Екатеринбургской городской думы, Олегу Вахаличу Хабибулину. Здравствуй, город Екатеринбург. Здравствуйте, уважаемые жители. Сегодня мы здесь собрались, чтобы сказать здравствуй, наша дорогая телебашня, чтобы сказать здравствуй, наш город. Мы все говорим спасибо нашим отцам, нашим матерям, нашим бабушкам, нашим дедушкам, нашим предкам за то, что они построили наш город. Здравствуйте. Я люблю свой город. Я люблю наш город. И наш город очень красивый. И мы понимаем и красоту его истории, и красоту его настоящего, и мы видим красоту его будущего. Мы видим, каким город был, каким он такой он есть и каким он станет. Почему мы это делаем? Потому что у нас есть вкус, у нас есть ощущение красоты, у нас есть ощущение прекрасного. Мы видим эту башню, когда встает солнце. Она прекрасна. Мы видим эту башню, когда солнце заходит. Это удивительное зрелище. Два дня назад я шел на башню, и это было уже темно, раздался взрыв. Огни на башне погасли, и я видел, как люди плакали. Я видел, что они ощутили, что они теряют красоту, они теряют и историю, они теряют и современность, они теряют и будущее. Пришли люди, которые не из нашего города, а из другого города пришли люди, которые не понимают, что такое красота. Они не понимают, что такое прекрасное. Им наплевать на это. Они уже хотели забрать у нас пруд и построить там что-то из 15-го и из 14-го века. И сказали, так можно жить в 21-м веке и строить то, что уже давно устарело. Архитектурные принципы все остались другими. Слава Богу! Уголосик предупротив. Сегодня эти же люди делают ровно то же самое с нашей башней. Они хотят убить красоту, они хотят убить будущее. Весь мир стремится вверх. Весь мир соревнуется в том, чтобы построить как можно выше. Так было всегда. Вспомните, на самых высоких местах всегда ставили самые значимые и самые красивые здания. Это были церкви. Это были какие-то административные здания. Но всегда стремились вверх. Вспомните, как в Бразилии поставили Иисуса на самой высокой горе, которая охраняет город. У нас строили цивилизированную башню. Но ее можно сделать так, что она станет символом Екатеринбурга и всей России. Вы представьте себе, например, статую России на этой башне. Представьте, например, того самого нашего орла, нашего российского герба, когда одна голова смотрит на восток, другая смотрит на запад. Это российский символ. Проектов, как сделать башню, огромное количество. Огромное количество. Я не настаиваю ни на одном, ни на втором, ни на третьем, ни на четвертом. Я говорю, посоветуйтесь с людьми, посмотрите, что люди придумывают. Посоветуйтесь с нами, сохраните красоту и сделайте то, что может стать символом и города, и области, и России. Но нет. Тихую, ночью, никому не сказав, сделали первый подрыв. Полетели в бетонные осколки, но башня жива. Мы чувствуем, что она живет, мы чувствуем, как живет эта часть нашей души, часть души Екатеринбурга. Они говорят, а нам все равно. Мы не понимаем, что такое душа. Когда-то мы упустили, например, дом Ерубина. Его снесли, мы промолчали. Потом снесли еще один памятник, еще один памятник. Потом построили какие-то нелепые сооружения, и это продолжается. Но я вот смотрю в ваши лица, может быть, нас не так много, что эти две или три, но я вижу в ваших лицах, я вижу, что не убьют нашу душу. Не убьют. Никогда не убьют. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам в нашу башню. Я надеюсь, что есть еще шанс. Спасибо. Спасибо. На самом деле здесь было сказано несколько доводов, но немножко выйдя из амплуа ведущего, я хотел бы обратить внимание всех на несколько тезисов, о которых стараются не говорить и которые пытаются замыливать. Но мне кажется, на этом нужно обращать внимание. Мы все с вами понимаем, что те затраты на снос и строительство, на снос к телебашне и строительство ледовой арены, которые, ну, хотя бы даже провозглашаются в размере 500 миллионов рублей, это гораздо больше, чем требуется для многих из проектов реконструкции, которые даже выиграли официальный конкурс МОКИСО. Мы с вами понимаем, что строительство ледовой арены, это отдельный вопрос, 15 тысяч зрителей в центре города, представьте, что здесь будет не хоккейный смач, как будто нам мало тропов на 8 марта и вокруг Гринвича. Но даже строительство этой ледовой арены не обязательно должно предполагать снос к телебашне, там хватает места, и это было много раз доказано архитектурным сообществом, и строительным. Тем более мы с вами понимаем, что уже сейчас земельный участок разделили на три. И все люди, вот не под камерой, кто в курсе принимаемых решений, говорят, да, мы же понимаем, 15 тысяч зрителей – это обман, это попытка выдать коммерческий проект за социальный. Там будет офисник, там будет торговый центр, там будет все, что угодно, но не ледовая арена, и, к сожалению, по мысли этих господ, и не телебашня, которую можно реконструировать. Отдельный вопрос по безопасности. Вот сейчас мы раздали резолюции, обращения и в администрацию президента, и обращения в Главное управление МЧС Пасановской области. Обратите внимание, там уже тревогу бьют все строители, они говорят, ребята, вы что собираетесь делать? С маркой бетона с этой, с лежащим под башней метрополитеном, с охраняемыми объектами культурного наследия в районе Царского моста, так называемого. Как вы собираетесь все это делать? Вот это все нужно помнить и знать, что варианты реконструкции, они и дешевле, и логичнее, и престижнее для нашего города. Но это вот так просто навеяно было. Сейчас позвольте передать слово следующему оратору, Вячеславу Пашкову. Он попросил себя представить как горожанину, но от себя я добавлю еще известный правозащитник наш. Давайте поприветствуем Вячеслава. Спасибо. Ну да, какой я правозащитник? Я житель города Екатеринбурга. Я из-за трех детей. Я хочу, чтобы эта башня была сохранена для них, для их поколения. Я не понимаю, как можно обращаться со сложным инженерным сооружением таким варварским способом. Я из-за трех детей. Я из-за трех детей.